Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Несчасть алмазов в каменных тоннелях, как объяснил происхождение сокровищ подземелья Николаевский вице-губернатор Романчук. Тело государственной важности, когда начнется публичный процесс над беглым экс-президентом Януковичем. Дым отечества, повлияет ли пожар на мусорном полигоне в Грибовичах на туристический статус Львова. Почечная присыщенность, кто наживался на госзакупках медпрепаратов для гемодиализа. Возвращение блудного вице-губернатора. Одесскому суду все же удалось избрать меру пресечения Николаю Романчуку, хотя до последнего все гадали, явятся ли обвиняемые в крупной взятке чиновник на заседание. Поскольку вчера он таинственно исчез из больницы, куда его госпитализировали прямо из зала суда. Сколько стоит свобода золотого чиновника и готов ли он за нее заплатить? Все подробности узнаем от Андрея Анастасова. С утра, вопреки опасениям, Николай Романчук возле Приморского райсуда Одессы говорит очень плохо со здоровьем. Его опять спрашивают о тоннелях и их назначении. Вчера чиновник сказал, это тир для стрельбы, сегодня вообще заявил, это пропасть. Мало того, антиквариата и 300 тысяч долларов там тоже не было, а заявления прокуратуры сильно преувеличены. Это было не подземелье, это было провале. Просто оно было облагорожено и никого подземелья там нет. Золотые слитки были самым большим весом, 20 граммов, мне было 50 лет, трудовой коллектив подарил мне на день рождения. Уже на судебном заседании прокурор заявляет, через посредников Романчук получил взятку в 90 тысяч долларов и настаивает. Будучи на свободе, чиновник, как второй человек в области, может влиять на свидетелей, подчиненных и даже уничтожать улики. Просит для него, как минимум, два месяца ареста с правом внесения залога в 19 миллионов гривен. Адвокаты парируют доказательств вины, их подзащитного даже косвенных нет. Все, дескать, строится на домыслах одного свидетеля, того самого предпринимателя, у которого Романчук якобы вымогал взятку за разрешение на добычу известняка. Дебаты продолжаются около пяти часов. Слово, наконец, берет сам Романчук. Говорит у него, нет намерений скрываться, что он не раз доказывал, и просит объективности. Я обратаюсь к вам, ваше честь, допоможите мне правильно принять законные решения. Я обратаюсь к вам, прокурору, что я готов с вами бороться. Были порушения, давайте изъясуем. Судья Юрий Кушниренко выносит решение. Два месяца заключения в СИЗО. А вот сумма залога меньше той, которую просила прокуратура. Пять с половиной миллионов гривен. Такой поворот событий Романчук называет катастрофой. Деньги на залог, говорит, будет просить у друзей. Денег у меня нет, я работаю в 40 лет, у меня есть друзья. На вице-губернатора надевают наручники, и он отправляется в СИЗО. Адвокаты заявляют, скорее всего, будут подавать апелляцию. По статье, которую инкриминируют Романчуку, ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Очередным ударом по авторитету правоохранительных органов назвали дело Романчука в оппозиционном блоке. И вот что заявил по этому поводу нардеп Вадим Рабинович. Я много разговариваю с людьми, вы знаете, как-то настолько это вызвало, ну вот, я даже слово ненависть вам применю, да, к всей этой системе, которая миллионы, миллионы взяла с Украины. Мы сейчас построим, мы сейчас сделаем, и все, и что, и ничего, ноль. Вот сегодняшние герои Украины, те, которые строят подземные колодцы, набивают их туда себе золотом, серебром, крестами фашистскими. Я очень боюсь, что мы теряем вообще государственные институты. Мы теряем доверие к власти, доверие к собственной стране, и тот, кто это делает, это преступники и негодяи. В Одессе второй день не утихают страсти вокруг суда по делу 2 мая. Вчера областной апелляционный суд изменил подозреваемому россиянину Евгению Мефёдову меру пресечения на домашний арест, чем вызвал протест активистов. Они принесли шины, заблокировали здание и никого не выпускали. Блокаду сняли лишь поздно вечером, когда судьи снова арестовали россиянина за то, что он якобы нецензурно выражался в зале заседаний. Сейчас Мефёдов уже в Приморском райсуде Одессы, там ему опять избирают меру пресечения, но по уже другому делу подозреваемый якобы угрожал убийством Александру Пасмиченко, главному свидетелю прокуратуры по расследованию событий 2 мая. За этим процессом также следят активисты, но здание не блокируют. Судить Януковича и его соратников заочно уже этой осенью, призывает Международная антикоррупционная организация Transparency International. По словам главы украинского филиала Ярослава Юрчишина, ответственность за этот процесс лежит на Генеральной прокуратуре Украины. Что же касается денег Януковича, то вернуть их можно будет только после решения украинских судов через Международные инстанции. И в этом Киев может рассчитывать на помощь Всемирной сети, подчеркнул глава Transparency International Хосе Угас. Мы очень надеемся, что восемь мы с вами станем свидетельствами, как минимум, публичных процессов над действиями режима Януковича. Мы надеемся, что заявы Юрия Луценко не будут такими же, как заявы его предыдущих, и мы станем свидетельствами засудения. Хай на початком этапе заочного Януковича и ключевых действий его режима. Это не наша обязанность возвращать деньги, которые были украдены Януковичем, но мы готовы помочь наладить контакты с другими странами для поиска и возврата этих средств. После брифинга Хосе Угас отправился на обсуждение черной бухгалтерии Януковича. Об этом должны были говорить на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, но до списков там не дошли. На чем споткнулись, расскажет Ольга Рыцарь. Черная бухгалтерия должна была быть топ-темой сегодняшнего заседания комитета. Послушать о том, как продвигается расследование, пришли все представители СМИ и общественных организаций. Только вот приглашенный бывший замглавы СБУ Виктор Трепак, который обнародовал коррупционные списки, так и не пришел. Виктор Трепак подзвонил вчера и сказал, что он не может прийти, потому что он лекается. Я подумал, что это нормально. Он подал сейчас документы. Антикоррупционное бюро поведомило, что они спокойно и впевненно начали идентификацию подписей. Вместо антикоррупционного бюро отчитывалось Национальное агентство по противодействию коррупции. Именно оно должно заниматься электронными декларациями чиновников. Его официально создали еще в марте, но агентство до сих пор не работает. Мол, штат укомплектован только на 20%. Поэтому запуск системы электронного декларирования доходов и расходов снова переносят. Теперь на 15 августа. И требуют открыть доступ к банковской тайной информации. Тем временем парламент не может определиться со своим представителем в агентстве. К сожалению, между законами и реальными действиями огромное расстояние. Деятельность большинства антикоррупционных агентств, которые создавались в мире, провалилась, потому что они не были независимыми. И еще одна проблема – это отсутствие политической воли. Последний ли раз переносится запуск электронной декларации имущества, да и когда вообще заработает агентство? Сегодня очередной раз подтвердилось, что в отделе, в котором должно работать 56 человек, работает всего двое. Кто будет выполнять эту работу – непонятно. И у меня возникает все-таки вопрос о том, что мы пока плодим антикоррупционные органы, которые не выполняют свой функционал. А пока в национальном агентстве нет ни технической платформы для обмена базами данных, ни даже образцов для отчетности чиновников. Единственное, что пока обещают – до 1 июля заработает официальный сайт. Ольга Рыцарь, Павел Лысенко. Подробности – телеканал «Интер». Еще двоих функционеров времен Януковича, бывших руководителей Минэнерго и Минагрополитики, Эдуарда Ставицкого и Николая Присожняка, могут судить заочно. Об этом интернет-издание «Украинские новости» заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Для начала этой процедуры необходимо еще около месяца. По словам Горбатюка, сейчас ведомство ожидает ответа от правоохранительных органов Израиля относительно экстрадиции Ставицкого в Украину. Я напомню, его обвиняют в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Во время обыска в доме Ставицкого изъяли 400 тысяч долларов, 200 тысяч евро, драгоценности и часы на общую сумму полмиллиона долларов. Бывший министр находится в международном розыске. Известно, что сейчас он живет в Израиле под именем Натана Розенберга. Сам Ставицкий неоднократно подтверждал этот факт в различных интервью. Мусорный апокалипсис. На Грибовицком полигоне новый пожар. Токсичный дым накрыл несколько населенных пунктов. Эксперты уже называют происходящее настоящей экологической катастрофой. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Грибовицкий мусорный полигон горит со вчерашнего дня. Из-за плотного едкого дыма здесь даже сложно дышать. Справиться с огнем с помощью воды и пены из бронспойтов не получается. Слишком большая площадь, свыше тысячи квадратных метров. Поэтому с утра к спасательным работам привлекли авиацию. Хочем спровоковать невеликий сув данной горы, для того, чтобы могли сняти загрозу для рятувальников и проводить зараз осенье. Плотный дым окутал не только саму свалку, но и близлежащие села. Жители жалуются на плохое самочувствие. Очень тяжело. Голова крутится. Тушнит ужасно. Не знаю, как мы дали, думаю, трогались, но очень тяжело. Возле мусорного полигона работают экологи, тестируют воздух на содержание вредных веществ и проверяют качество воды. Беру пробу воды. Результаты неутешительные. В колодцах Малехова и Великих Грибовичей вода уже опасна для здоровья. Дали пропозиции главам селищных рад, чтобы они проинформовали людей из тех крыльев, где мы исследовали воду, что та вода на сегодняшний день непридатна для питного водопостачания и не желательно все-таки ее споживать. Несмотря на это, львовские чиновники пытаются не допустить паники и заявляют, что непосредственной угрозы для населения пока нет. Жители Львова и сел, над которыми навист токсичный смог, таким заявлениям не верят. И своими силами пытаются уберечь здоровье детей, вывозить их кто куда может. Будем брать детей, поедем до батьков в Биберку. Потому что страшно. Мы пытались получить комментарии у чиновников в мэрии и областной администрации о том, какие меры принимаются, чтобы защитить население от последствий пожара. Но в ответ тишина. Нет ответа и на вопрос, кто должен организовать подвоз питьевой воды в Малехове, Великие Грибовичи. Официально они подчиняются области, но мусор-то вывозили сюда львовские коммунальщики. Да и денег на решение проблемы, 60 миллионов гривен, у президента и премьера попросил мэр Садовый, а не губернатор Сынютко. В ответ, напомню, президент порекомендовал львовскому граноначальнику не политизировать проблему с мусором, а заниматься ее оперативным решением. Завтра львовские депутаты соберутся на сессию горсовета. Активисты требуют, чтобы мэр Андрей Садовый публично отчитался о ситуации. Но сегодня он даже не явился на заседание коллегии, где формировали повестку сессии. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интер-Львов. Запрет марша равенства во Львове незаконен, так решил городской апелляционный суд. Я напомню, что общественная организация «Инсайт» судилась с исполнительным комитетом Львовского горсовета из-за постановления о запрете на проведение марша в марте месяце. В горсовете уже заявили, что будут продавать касацию. В «Инсайте» же, напротив, считают это победой и обещают вернуться в город, чтобы все же провести фестиваль равенства. Я также напомню, в марте во Львове местные власти через суд запретили проводить марш, чтобы избежать столкновений. Но не сбежали. К отелю, где проходила пресс-конференция ЛГБТ-сообщества, подтянулись несколько сотен человек в балаклавах, закончилось все взрыв пакетами, камнями и погоней. Никто не пострадал, кроме репутации Украины. В ЕС и США и разгоном, и запретом марша были возмущены. Афера на крови. СБУ выявила многомиллионные махинации при закупке медпрепаратов для страдающих почечной недостаточностью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По их данным, столичная фирма с 2013 по 2015 год побеждала в тендерах Минздрава на поставку материалов для гемодиализа. Общая сумма контрактов превысила 800 миллионов гривен. Во время проверки спецслужбы обнаружили лишнюю продукцию более чем на 100 миллионов гривен. И все это за государственные деньги. Дело открыто по статье «Злоупотребление служебным положением». Ведется досудебное расследование. При этом в СБУ не называют ни фирму, ни имен мошенников. Мы отправили запрос в Минздрав, чтобы узнать, кто причастен к этим тендерам. И вот теперь ждем ответа. Янтарные войны. Новый уровень. Теперь за сокровища недр сражаются не только полицейские старатели. Какое сенсационное заявление сегодня сделала служба безопасности, расскажет Инна Белецкая. Центр города Ривны – обычный офис без вывесок и графика работы. Как оказалось, это единственная в Западной Украине компания, имеющая лицензию на экспертизу и хранение янтаря. Именно с этой структурой энерготехпостач подписали договоры полиция, СБУ и фискальная служба нескольких областей. И вот сегодня начальник службы безопасности в Ривненской области делает сенсационное заявление. Мол, его ведомство подозревает, что 700 килограммов янтаря, которые были переданы на хранение как вещдок, могли пропасть. В СБУ говорят, после того, как им отказали от инвентаризации, они получили оперативную информацию, которая вынудила прийти на предприятие ночью. Мы получили информацию, что пришел шорох на фирме, сумки заносятся туда-сюда, что происходит, как примерно подмена камень, або, скажем так, подтасовка. Мы в любой час имеем право, служба безопасности, требовать, чтобы они нам вернули или дали доступ к наших, как говорится, доказательств. Но на этой основе пришли в ночи. Отправляемся на предприятие и мы. По юридическому адресу энерготехпостач находится вот в этом общежитии. Но там ничего не знают. Несколько тонн янтаря хранятся совершенно в другом месте. Там нас встречает охранник. Добрый день. Мы шукаем энерготехпостачки. Никого не помню. После нашего визита с нами связываются собственники компании, пускают в хранилище, показывают опечатанную работниками СБУ дверь. Александр Ломов – кладовщик. Говорит, прошлой ночью, когда приходили правоохранители, был на месте. Василий Галиней – один из акционеров компании. Рассказывая, днем сотрудники СБУ обратились к нему, мол, хотят провести инвентаризацию. Но он попросил подождать директора. Тот в Турции отдыхает. Камень много, понимаете. Оно сортуется. И оно есть с многих областей. Оно не стоит отдельной регионской. Мы подготовим. И в любой день мы тогда вас запросим. Оно не в купе. Оно стоит под пломбами. По партиях описаны протоколами. В первой ночи без санкций, без решения судей. Энерготехпостач уже обратился в прокуратуру с заявлением о незаконных действиях СБУ. Мы будем следить за этой историей. Надеемся узнать, на месте ли янтарь. Ведь пропажа крупных партий уже была. Например, прямо из управления тогда еще милиции исчезли 130 килограммов камня. Их так и не нашли. Хотя, якобы, ищут. Уже полтора года. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривна. А в Кабмине сегодня создавали таможенную сотню, выделяли помощь активистам Евромайдана и решали проблемы переселенцев с Донбасса. Все подробности знает Ирина Романова. Первый и главный вопрос повестки дня – децентрализация. Точнее, ее результаты. Первыми итогами реформы премьер доволен. Если вы видите, ремонт дорог, новую школу, новую лекарню, новую поликлинику, новый садочек, новую котельню – это все результаты децентрализации. За пять месяцев этого года до ЗФБ надошло почти 54 миллиарда гривен. За последний год в разы увеличились и собственные доходы объединенных общин. Как именно, вице-премьер Геннадий Зубко показывает на слайдах и добавляет. Эти примеры только доказывают. Конституция давно нуждается в изменениях в части децентрализации, но медлит парламент. Презентуют два постановления Минсоцполитики – порядок выдачи справок о статусе внутренне перемещенных лиц, а также возобновление им соцвыплат. Еще одно решение Кабмина – выделить единоразовую помощь по 60 тысяч гривен раненым во время Евромайдана. Выделить медсоцполитики деньги с резервного фонда, государственного бюджета в сумме 12,893,1 тысячи гривен для задания одноразовой грошевой допомоги 208 особам, которые получили телесные ускошения с средней тяжкости при участии в массовых акциях громадского протеста. И о том, к чему никак не доходили руки предшественников. Министры дали добро на создание 20 мобильных групп, которые будут бороться с контрабандой на таможне. Их уже назвали «таможенной сотней». Координировать работу будет целевой центр на базе фискальной службы. Утвердили жалование – 50 тысяч гривен в месяц руководителю центра по 30 тысяч членам мобильных групп. Такая немаленькая зарплата, уверены в правительстве, окупится старицей. После полного реформирования таможни Кабмин ожидает увеличение дохода в бюджет, до 50 миллиардов гривен в год. Ирина Романова, Сергей Ведметь, подробности, Телеканал Интер. Кроме этих решений Кабмин сегодня также снял ограничения на размер зарплат чиновников. Это решение также приняли на заседание правительства. Кроме этого, отменили лимиты на закупку мебели и бытовой техники для госучреждений. И, кстати, к слову, на приобретение автотранспорта, кроме легковых автомобилей тоже. По словам министра финансов Александра Данилюка, это якобы мотивирует сотрудников к более эффективной работе. Дополнительных затрат, по его словам, постановление не потребует, поскольку все расходы госучреждений могут осуществляться только в рамках бюджета. Венецианская комиссия удивлена тем, что Украина до сих пор не изменила закон иллюстрации. Об этом говорится в ответе ее президента Джани Букикио на запрос журналистов агентства «Украинские новыны». Букикио снова отметил, что закон применяется, несмотря на рекомендацию комиссии, приостановить его действия до внесения изменений. А это может нарушать права человека. Так как документ содержит ряд недостатков. Я напомню, что ранее президент Суницианской комиссии выразил недовольство тем, что Украина до сих пор не предоставила новый вариант закона, несмотря на многочисленные обещания министра юстиции Павла Петренко. Обмен пленными должен стать первоочередной темой переговоров между Россией и Украиной, так считает народный депутат Надежда Савченко. По ее словам, чтобы освободить пленных, она готова говорить с каждым, и с врагом, и с другом. Есть три площадки визволения полоненных украинцев из российского полона. Это первая площадка на уровне государства-держава, это площадка президентов. Другая площадка на уровне законодательных органов СБУ в Украине. И третья площадка, это после горячего боя, тих парни, которые сидят в бригадире в подвале. Я не могу работать на уровне президентской площадки между государством и государством, но я как народный депутат, я готова говорить на двух других площадках. На Донецком направлении под Авдеевкой наиболее напряженная обстановка под артиллерийскими обстрелами боевиков большинство украинских позиций. Долетали вражеские мелкокалиберные зенитные снаряды и до самой Авдеевки. Среди наших военных есть раненые. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Окрестности Авдеевки, промзона, шахта Бутовка, украинские позиции в районе поселка Опытное. Сегодня с утра под плотным обстрелом артиллерии боевиков. Тут попали, тут, ну, это три снаряда, 120-ки. Это у нас в аэропорту, да, были? Да, да. Десь, где старый терминал, десь. Кроме артиллерии, скорее под ее прикрытием, противник пытается забрасывать группы диверсантов на наши позиции. Одна такая группа сегодня ночью под Опытным попробовала на прочность нашу оборону. Сегодня ночью был бой у них с ворожей ДРГ. Стреляли, ну, из всего забороненного и незабороненного вообще. То есть, прикрывали их, да, Артур? Да, конечно, они часто прикрывают своих. Ну, когда начинают, как и ДРГ проходят, то они перестают стрелять, чтобы дать своим пройти. Ну, если уже их наши засекают, то они уже отступают и прикрывают своих. Но горячее всего сейчас на шахте Бутовка. Ее последние три дня боевики поливают смертоносным металлом. Дуже тяжко обстреливают, там, ну, хлопцы отбиваются, слава богу. Я, на жаль, раненый, я уже загибший. Сейчас Бутовка для журналистов закрыта, а когда проезжаешь мимо, иначе на некоторые позиции просто не попасть. Делать это нужно на максимальной скорости. Неспокойно и в самой Авдеевке. Небо над городом сегодня было в разрывах от снарядов вражеских зениток. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер. Громкие заявления СБУ о задержании француза-волонтера, который пытался вывести из зоны АТО целый арсенал оружия для терактов в Европе, получили развитие. Сегодня прокурор французского города Ананси Томас Пизон в статье для Рейтерс заявил, что считает задержанного в Украине соотечественника контрабандистом, а не террористом. И Франция не требует экстрадиции задержанного. Следователи обыскали его дом и нашли компоненты, которые используют как для взрывчатки, так и в сельском хозяйстве. А служба безопасности Украины ближе к вечеру опубликовала телефонный разговор некоего француза, которого в титрах подписали как Муто, с неким гражданином Украины. Говорят они об операции, которая коснется каждого француза и о покупке взрывчатки. Постепенное смягчение санкций против француза. В России об этом сегодня дискутируют в Сенате Франции. Проект резолюции ранее уже одобрила влиятельная Сенатская комиссия по иностранным делам, обороне и вооруженным силам. В своих выводах сенаторы посетовали на то, что французская экономика несет колоссальные убытки из-за антироссийских мер. И порекомендовали возобновить доверительные и прочные связи с Москвой. Кроме этого авторы резолюции просят правительство призвать европейских партнеров снять индивидуальные санкции против российских депутатов. Я напомню, что в апреле Нижняя палата парламента Франции уже проголосовала за эту резолюцию, но без решения Сената и одобрения. В правительстве документ не вступит в силу и будет носить лишь рекомендательный характер. Битва титанов в британской политике. За две недели до исторического референдума ведущие политики выкладывают последние козыри и даже ставят на кон свою карьеру. Наш корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко следит за этими дискуссиями. Словесная дуэль двоих гигантов британской политики в прямом эфире. Дэвид Кэмерон и Найджел Фарадж отвечали на вопросы простых граждан. Спорили не между собой и никто не вышел победителем. Евродепутат Фарадж построил свою карьеру, критикуя все, что касалось Евросоюза. Премьер Кэмерон поставил на кон свою должность и будущие партии консерваторов. В результате референдума о членстве в ЕС один из них точно пострадает. Никаких восторженных приветствий со стороны аудитории, только острые комментарии. Как, например, этого отца четверых детей, который живет в съемной однокомнатной квартире. Я голосовал за вас на выборах, потому что вы обещали снизить поток трудовых мигрантов. Вы не сделали это, потому что европейские законы вам запрещают, а страдает моя семья. Самый большой риск для нас сейчас уйти, поскольку страданий станет больше. Мы должны бороться за себя, а не покидать поле боя. Впервые премьер разыграл шотландскую карту. Ведь этот регион грозит новым референдумом о независимости в случае выхода Великобритании из ЕС. Нужны ли Брюсселю реформы? Да. Раздражают ли они нас иногда? Конечно. Вопрос не в том, любим ли мы евроинституции, а в том, лучше ли нам будет в этом блоке. Ответ Фараджа бесспорно нет. Кроме тяжелых вопросов об экономике, ему пришлось отвечать еще и на обвинения личного характера. Вы недовозначно говорили о людях, которые не выглядят белыми. Как же тогда британцы с другим цветом кожи не будут чувствовать дискриминацию? На что Фарадж заявил, что его демонизируют. Даже глава англиканской церкви сказал, что Фарадж оправдывает расизм, который политик называет патриотизмом. Это мог бы быть британский паспорт, но на нем написано Европейский Союз. Ради безопасности страны нужно вернуть британские паспорта и проверять на границах каждого. Обоих политиков публика удостоила скупых аплодисментов. А многие, кто смотрел программу по телевизору, наконец определились со своими предпочтениями. Сразу же после дебатов сотни тысяч человек обвалили сервер избирательной комиссии. В полночь истекал срок регистрации для голосования. И дедлайн пропустили около 6 миллионов человек. Правительство просит сделать исключение и таки дать им шанс зарегистрироваться. По этому поводу уже тоже идут жаркие дебаты. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Тела двоих украинских моряков нашли на судне Амапала в Турции. Корабль под флагом Мальты сегодня прибыл на техническое обслуживание в Стамбул на верфь Тузла. Тела обнаружили рабочие и сообщили об этом в полицию. В Министерстве иностранных дел Украину информацию подтвердили. А также сообщили о том, что причины смерти и обстоятельства трагедии выясняет сейчас турецкая полиция. Тела найдены сегодня с утра, ориентированно около 8 часов утра на борту судна Амапала. Выдаются следствия, установлены причины смерти и наши сотрудники Генерального консульства Украины в Стамбуле держат ситуацию на оперативном контроле. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Взрывная волна. Вторые сутки подряд Турцию сотрясают теракты. Свободное от работы время. Почему полицейский виновный в смертельном ДТП остается на свободе? Что скрывает Сутана? Отстранят ли Леонского кардинала за закрытие информации о священнике-педофиле? Ударить по кризису, что спасет украинскую экономику и кто заставит ее работать? Рецепты от аграриев слушали наши корреспонденты. Десятки ультрасовременных тракторов, комбайнов, сейлок. Здесь все, чего желает душа фермера. И все, что необходимо для высокого и качественного урожая. В столицу на агровыставку свезли самые лучшие образцы сельхозтехники. Правда, большая часть из них европейского производства. Соседи демонстрируют супертехнологии, высокую производительность. И экономичность. Это премиальный продукт. Мы открываем дверку, что даже сам видно. Загорается лампочка, подсветки, ступени. Этот трактор производства Германии оснащен интеллектуальной системой. Оператору в его кабине нужно только кнопки нажимать. Машина все делает сама. И перераспределяет мощности, регулирует давление в шинах. И даже знает, с какой скоростью лучше ехать на определенном участке дороги. От оператора требуется исключительно выбрать направление движения. Цена на такую технику для большинства украинских фермеров неподъемная. В отличие от украинских аналогов, стоят два, а то и три раза дороже. Но наше производство не уступает. Вот эти машины, к примеру, собирают под Николаевым. Однако запчасти везут из Беларуси. Такие комбайны дешевле в разы. Производительность и дизайн на уровне. Тут пыль не собирается. Все собирается сюда и выбрасывает вниз. Двигатель мощный. А такая 12-метровая барана – настоящая находка для аграрии. Вшире своих предшественниц два с половиной раза. За один проход можно подготовить поле под посев. Налицо в полтора раза больше производительность при том же тракторе, при том же уровне расхода топлива. Украина на сельхозмашиностроении может сама зарабатывать миллиарды, составив конкуренцию ведущим западным производителям, говорят эксперты. Мы должны научиться экспортировать свою продукцию, точно так же, как мы видим сегодня американцев, французов, немцев, поляков, которые экспортируют на территорию Украины. И это пример той отрасли, которая действительно может принести новую валютную выручку и новые рабочие места. То, что агропромышленный комплекс «Золотая жила» для Украины, считает и премьер Гройсман. Но будут ли финансировать мелких аграриев? Ответа пока нет. Чтобы вырваться из ямы кризиса, одного желания мало, говорят Федерации работодателей Украины. Стране нужны инвестиции побольше, но без реальных экономических налоговых реформ спонсоров не привлечь. Для Украины нужно глобальное решение, достаточно большое. И нам нужны деньги не в размерах, миллиарда-двух, которые нам дадут прожить. Это как вакцина, которая нам даст прожить какой-то еще месяц, два-три. Вы знаете, что мы как Федерация разрабатывали программу, мы ее озвучили, мы ее утвердили, мы сейчас ее презентуем по стране, и мы говорим о том, что нам нужно где-то порядка 300 миллиардов долларов инвестиционную программу, которая могла бы найти решение в Украине. Федерация работодателей разработала реанимационный план быстрого экономического развития сроком на 10 лет. Уже в следующем году он может принести ощутимые результаты в экономике, в том числе и аграрном секторе. Елена Митясова, Алексей Шмата, подробности в телеканал Интер. В Херсонской области пьяный полицейский насмерть сбил водителя мопеда. Известно, что ДТП произошло в нерабочее время, а правоохранитель был за рулем личного автомобиля. В полиции уже отчитались против сотрудника открыто уголовное производство от исполнения служебных обязанностей. Он устранен, правда, не задержан. Говорят, что для ареста пока нет оснований. Сначала нужно дождаться результатов анализов и экспертиз. Хотя на месте тест показал 1,6 промилле алкоголя в крови полицейского. Смерть на недострою в Николаеве. 12-летний мальчик сорвался с крыши четырехэтажного здания и погиб. Это произошло на том же месте, где в 2012 году нашли истерзанную Оксану Макар. Почему за четыре года ничего не сделали, чтобы обезопасить злополучный недострой, выяснял Кирилл Ющишин. Здание, где произошла трагедия, в центре города. Стройка здесь началась еще в советское время. Возводили больницу, но потом объект заморозили. И вот уже много лет эти развалины – излюбленное место подростков. Сегодня 12-летний Саша хотел похвастаться перед ровесниками своими умениями лазить по крыше. Мальчик висел на турнике как на двух руках, ну как руферы. И одной рукой сцепился, его расшатало, и он соскользнула рука, и он упал с четвертого этажа. Пять минут еще пульс был, но дыхания не было. Ребята из компании погибшего рассказывают. Саша из неблагополучной семьи курил, выпивал и даже баловался наркотиками. В основном здесь, на этом недострое. Кстати, 4 года назад на этом же месте нашли едва живую Оксану Макар. Девушку изнасиловали и пытались сжечь трое мужчин. Позже она умерла в больнице. Соседи злополучного недостроя жалуются не раз, обращались к городским властям, чтобы обезопасить место для подростков, но тщетно. Я просил, что тут надо что-то делать, потому что недострой стоит, забор дырявый. Тогда еще тут забор стоял. Детвора играется, притон. Это вот этот столб и один единственный фонарь, что власть подцепила с 2012 года. Сейчас вокруг этого недостроя даже забора нет, не говоря уже об охране. В мэрии прокомментировать такую бесхозность сегодня не смогли. Директор Оксан, начальник, находится в Одессе в апелляционном суде. Сегодня его вызвали. Ну, там, участвуют в суде. Завтра он будет прокомментировать. Возле злополучного здания на территории стройки уже много лет работает частная парковка для автомобилей. Свободного места под вечер не найдешь. Из собственных источников в мэрии нам стало известно. По договору аренды недострою должен охранять хозяин парковки. Но по факту стройка притон сама по себе, а бизнес процветает рядом. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер. Николаев. Потери на мариупольском направлении. Погиб боец, оборонявший наши позиции в районе поселка Коминтерного. Это буквально в 10 километрах от Мариуполя. Сегодня, после церемонии прощания с боевыми товарищами, тело погибшего героя отвезли на родину, в Черновицкую область. Материал Александра Пантелеймонова. Под оккупированным полгода назад поселком Коминтерного всегда неспокойно. Врага здесь можно увидеть невооруженным глазом. Но и он следит за тобой. Прицельный выстрел или шальная пуля с той стороны может прилететь в любой момент. Бывают, подходят, стреляют. Даже где-то пуля... А, уже достали ее. В бетоне стояла пуля. Вот первая посадка. Сколько до нее, я не знаю даже. Где-то, может, кило до первой посадки только. Ну, из оттуда уже их снайпер работает. Именно через такие посадки, которые расположены прямо между нашими позициями и позициями боевиков, проходят вражеские диверсанты. Если не удается пройти в тыл, то, по крайней мере, оставляют несколько минно-взрывных заграждений. И потом эти смертельные ловушки уносят жизни как военных, так и гражданских. Сегодня наши защитники прощаются с боевым товарищем Петром Танасичуком. Ему было всего 27 лет. Мобилизовали больше года назад. Он уже отслужил свое и на днях должен был отправиться домой. Судьба распорядилась иначе. Военный сапер погиб, когда пытался обезвредить вражеский фугас. Погиб наш боевой побратим Петро Иванович. Он был среди нас лучший сапер. Пусть земля ему будет пухом. Мы за него отомстим. Теперь тело героя повезли в Черновицкую область к родителям. Его ждали там со дня на день, живым. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Николай Кендертенко. Подробности телеканал Интер. В казахстанском Актабе прошли первые похороны погибших. Сегодня же там появилась информация о новом теракте. Как его комментирует официальная Астана, расскажет Данил Русаков. Завтрашний день, 9 июня, в Казахстане объявлен национальным трауром. Такое распоряжение президент республики Нурсултан Назарбаев подписал сегодня. Тем временем, в самом Актабе состоялись первые похороны. Среди жертв много местных жителей. Возле оружейного магазина «Паллада». Месте, где в воскресенье разыгрались драматические события, простились с бывшим продавцом Андреем Максименко. Он погиб за три дня до своего дня рождения. Мужчине сегодня исполнилось бы 45. Актабе тем временем постепенно возвращается к мирной жизни. Хотя красный уровень террористической угрозы до сих пор сохраняется. В городе возобновили работу интернет и мобильная связь. Восстановлена свернутая накануне движения городских автобусов. Утром появилась информация о новом нападении. Якобы неизвестные обстреляли охрану пионерского лагеря. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности. Но несколькими часами позже в МВД все опровергли. Произошел ли на самом деле очередной теракт, доподлинно неизвестно. С речью по местному телевидению выступил президент Нурсултан Назарбаев. Экстремизм и терроризм угрожают безопасности не только нашей страны, но и всему миру. Казахстанцы с пониманием и ответственностью отнеслись к усилению антитеррористических мер, принимаемых правоохранительными органами во всех регионах страны. Сегодня повода для беспокойства наших граждан нет. Эту информкомпанию, которая призвана разрядить обстановку в городе власти, подкрепили визитом министра образования в АКТОБЭ. Там школьники сдавали единое национальное тестирование. Так в Казахстане называют выпускные экзамены. Однако к местам его проведения дети добирались пешком, хотя прежде их подвозили на автобусах. Атмосфера страха, по всей видимости, еще какое-то время будет царить на улицах. Этого казахстанского города. По последним данным, в ходе спецоперации силовики убили 13 нападавших, 7 объявлены в розыск, 8 задержаны, еще четверо ранены и сейчас находятся в больницах. Возле их палат установлена круглосуточная вооруженная охрана. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканалы Интер. Взрывная волна Турция второй раз за эти сутки содрогается от терактов. Три человека погибли в результате взрыва в провинции Мардин. Это на юге страны. Около 30 человек получили ранения. Взрыв был такой силой, что рухнул фасад пятиэтажного здания и зацепило ближайшие дома. Ответственность за это нападение пока никто на себя не взял. Премьер Турции обвиняет в теракте запрещенную рабочую партию Курдистана. Я напомню, что вчера в результате взрыва в центре Стамбула погибли 11 человек. И около 30 получили ранения. Целью террористов был полицейский автобус. Но среди погибших есть и гражданские. Мой народ должен знать, что Турция сильная страна, несмотря на запугивание террористических организаций, которые устраивают взрывы, посылая смертников. Мы, простые граждане, боимся выйти на улицу и требуем от правительства сделать все возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Нам очень страшно. Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон стала первой в истории страны женщиной-кандидатом в президенты от одной из двух крупнейших партий этой страны, демократической. За кресло в Белом доме она поборется со скандальным бизнесменом-миллиардером Дональдом Трампом, который ранее обеспечил себе выдвижение от республиканской партии. Со всеми подробностями Тихон Дзитко из Вашингтона. После оглашения результатов внутри партийных выборов демократической партии в очередных шести штатах Хилари Клинтон ликует. Она одержала уверенную победу в четырех из них, обеспечила себе выдвижение кандидатом в президенты от демократов, так как набрала необходимое количество голосов депутатов съезда партии и совершила революцию. Никогда прежде в истории США женщина не становилась кандидатом в президенты от одной из двух крупнейших партий. Благодаря вам мы достигли исторической вехи. Эта кампания показала, что нет никаких потолков и пределов, которые ограничивали бы любого из нас. И теперь я думаю о тех целях, которые нам еще предстоит достичь. Соперник Клинтон по демократической гонке, сенатор Берни Сандерс, пока не сдается. Он говорит, что продолжит бороться за выдвижение от демократов. Впрочем, шансов у него уже нет. Теперь Хилари Клинтон предстоит убедить его сторонников поддержать ее. Перейти на свою сторону их зовет и Дональд Трамп, скандальный бизнесмен, который обеспечил себе выдвижение президента от республиканцев. И опросы показывают, что часть избирателей Сандерса Трампа поддержит. Ведь он не выходец из нынешней политической системы, а потому ближе им, чем Хилари. Накануне Трамп также выступал перед избирателями. Спасибо за поддержку. Вместе мы добились того, что все считали невозможным. Но это только начало, и все будет прекрасно. Помните это. Мы перевернули одну страницу в истории и приступаем к следующей. Трамп тем временем в центре очередного скандала. На этот раз из-за его расистских высказываний в адрес суди-мексиканца. Некоторые республиканские политики уже отказали Трампу в своей поддержке. Американская президентская гонка все больше напоминает шоу. И это шоу уже играют в театре в Нью-Йорке. Роль Дональда Трампа исполнила известная актриса Мэрил Стрип. Как видно на фото, основательно поработав над макияжем и костюмом. Ну а роль Хилари Клинтон досталась звезде сериала «Хорошая жена» Кристин Барански. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Судный день для Марии Шараповой. Международная федерация тенниса огласила решение в деле о нарушении антидопинговых правил. Что ждет бывшую первую ракетку мира, об этом и не только в нашем обзоре. Дисквалифицирована на два года. Международная федерация тенниса отстранила Марию Шарапова от соревнований в профильном виде спорта. В январе во время Australian Open 2016 у россиянки взяли допинг-пробу, оказавшуюся положительной. В марте Шарапова призналась, что на протяжении 10 лет принимала препарат мельдонии, запрещенный с начала нынешнего года. Супермодель Наталья Водянова в пятый раз стала мамой. Мальчик появился на свет в субботу. Новорожденного назвали Романом. Это второй ребенок Водяновой с ее мужем, французским миллиардером Антуаном Арно. Наталья воспитывает еще троих детей, появившихся в браке с британским лордом Джастином Портманом. Признание в стиле Warcraft. В Шанхае фанат популярной видеоигры сделал предложение своей девушке во время костюмированной презентации фильма Warcraft. Молодой человек встал на колено перед возлюбленной, с которой познакомился благодаря компьютерной игрушке. Под подбадривающие крики толпы избранница сказала «да». Черные дыры – это порталы в другие миры. Такое предположение в новой книге высказал астрофизик Стивен Хокинг. Если вам кажется, что вы попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть, пишет ученый. Он опровергает теорию о том, что в черных дырах все исчезает бесследно и безвозвратно. По словам Хокинга, поглощенная энергия попадает в альтернативное пространство. Эксперимент японских школьников взбудоражил соцсети. В интернете появилось видео, на котором учащиеся под присмотром ученых выращивают цыпленка в искусственных условиях из яйца без скорлупы. Ролик представлен в виде популярных в Японии телешоу и демонстрирует все этапы превращения обычного желтка с белком в живое существо. Мордобой на поле устроили бейсболисты в Балтиморе. Во время матча Ердана Вентура, питчер команды Ройлс из Канзас-Сити, попал мячом в мэнни Мачадо из местной команды Ориэлс. Пострадавший подошел выяснить отношения. Началась драка, в которую ввязались игроки обеих команд. Затейщиков потасовки удалили с поля до конца игры. Одна вертлявая мартышка устроила общенациональный блэкаут в Кении. Животное свалилось в трансформаторную будку на гидроэлектростанции. Работники недоумевают, как ей удалось миновать забор под напряжением, который установили для охраны от животных. Мартышка не только одолела преграду, но и выжила после падения. Ее приютили защитники дикой природы. Что скрывает Сутанна? Громкий церковный скандал во Франции. Полиция допрашивает одного из авторитетных кардиналов, которые в свое время даже прочили в понтифике. В чем обвиняют Филиппа Барбарена, расскажет Татьяна Лагунова. Один из самых влиятельных кардиналов на допросе в полиции архиепископа Леона подозревают в сокрытии случаев педофилии. А именно в том, что он покрывал священника, который позже признался в домогательствах к несовершеннолетним. События, о которых идет речь, произошли почти 30 лет назад в католическом лагере для бойскаутов в Леоне. Тогда им руководил священник Бернард Прейна. Спустя годы несколько человек, которые посещали лагерь, обвинили святого отца в сексуальных домогательствах. Прейна признал свою вину, но расследование на этом не закончилось. Жертвы, которые подали иск, заявили, о темном прошлом святого отца давно знали и высшие церковные чины, в том числе и Филипп Барбарен. Однако священник Прейна, вплоть до признания своей вины, продолжал служить в одном из приходов Леона. Какие показания Барбарен сегодня дал полиции, пока неизвестно. Но ранее кардинал не раз отвергал все нападки. Он заявлял, что впервые узнал об обвинениях в адрес Прейна всего несколько лет назад. И тогда сразу же спросил священника, правда ли это. Прейна ответил, что нет, и Барбарен ему поверил. Теперь вопрос, поверит ли словам кардинала полиция. Прокуратура должна решить, продолжать ли расследование в отношении Барбарена. Кардинала Барбарена, впрочем, ожидает не только полицейское расследование. Несколько дней назад Папа Римский издал специальный указ. Он позволяет отстранять от обязанностей епископов, которые скрывали от правоохранительных органов в случае педофилии. Таким образом, понтифик хочет очистить репутацию римско-католической церкви, которую в прошлом уже сотрясали подобные скандалы. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин